МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и телевиктория наслед в истории. И этот наш выпуск полностью посвящен столице нашей республики. Чебоксарам 545 лет. Конечно, охватить весь славный путь, пройденный городом за пять с лишним веков, невозможно. Но кое о чем вспомнить просто необходимо. Пока мы с вами изучали историю Сибирского тракта, выяснилась удивительная вещь. Жители практически всех населенных пунктов, которые находились вблизи большой дороги, уверены, Великая императрица проезжала именно здесь. Дескать, само название Екатериинский тракт говорит само за себя. Так вот, вынуждены вас разочаровать, дорогие земляки. Единственное место в Чувашии, которое может похвалиться вниманием со стороны венциносных особ, город Чебоксары. Здесь в разные годы побывали не только Екатерина II, она же Великая, но и не менее знаменитый государь-реформатор Петр I, а потом и Павел I. Два цесаревича, несколько великих князей. Первым, как положено, был Петр I. Обе поездки Петра по Волге, они были связаны с его военными походами. Первый поход был совершен в 1695 году, это знаменитый Азовский поход. Петр во главе армии двигался по Волге и в дневном журнале, то есть в дневнике путешествия, 23 мая 1695 года записано, что проплыли город Чебоксары, был дождь маленький. Город не привлек внимание Петра, караван прошествовал далее. А вот в 1722 году был уже Каспийский поход, и Петр путешествовал опять по Волге во главе судовой рати. Соединение кораблей военных произошло в Нижнем Новгороде, там, кстати, Петр отпраздновал свое 50-летие 30 мая, и 1 июня в полдень его корабль причалил к пристани города Чебоксар. Говорится в документе, то есть в дневной записке о путешествии, говорится, что Петр побывал в гостях у некоего посадского человека, говорил с ним 15 минут, затем сел на галеру и прошествовал дальше. Краевед XIX века, священник Веденского собора Андрей Краковский установил, что Петр побывал в доме купца Игумнова. Скорее всего, это был купец Алексей Федорович Игумнов, купец гостиной сотни, то есть крупный купец, промышленник, который в 1714 году по указу Петра I был переведен на жительство в Петербург. Но все свои дела он продолжал в родном городе, здесь и умер в 1729 году. Известно, что купца Игумнова, у Алексея был старший брат Михаил, отпускали свои товары, в том числе за Хвалынское море, за Каспийское море. И, скорее всего, Петр беседовал с купцом именно по этой теме, о том, как защитить торговые интересы России на Каспийском море. Ну, о посещении Петра I память сохранялась вплоть до конца XIX века. В Чебоксарах был достопримечательностью дом, в котором останавливался Петр I. А в Покровской церкви хранились две ленты с гербом российским, на которых латинскими буквами было написано «Виват Петр Алексеевич Цар». То есть «Да здравствуй, царь Петр Алексеевич», скорее всего, эти ленты были изготовлены для встречи Петра. Дом, в котором остановился Петр I, до наших дней не сохранился. Его разобрали в XIX веке, зато стараниями графиков появилась его воссозданная модель. Вот так выглядела часть усадьбы, принадлежавшей впоследствии купцу Котельникову и переданной им капитану Соловцову в качестве приданного за своей дочерью Татьяной. А вот шикарный по тем временам дом Соловцова был выбран для приема Екатерины II. Екатерина совершила около десятка путешествий по России. Это были путешествия разные, с разными целями. Но о том путешествии, которое нас интересует, было совершено весной летом 1767 года. Это было путешествие в Поволжье, край, где сходилась Европа-Азия. Где проживало многочисленное разноконфессиальное и разнонациональное население. Екатерина хотела познакомиться ближе с народом России. И вот в 1767 году она совершила комбинированный поход. То есть комбинированный, это значит, что часть пути была пройдена по суше, на каретах и части, по Волге, на кораблях. Для ее путешествия были построены четыре галеры, в том числе галера Тверь, на которой путешествовала она, два брата Орловых, Владимир и Григорий Орловы, и две фрейлины. Сама флотилия составляла 25 судов самых разных. Там были и частные суда, были и корабль-госпиталь, были корабли-кухни, продуктовые корабли. А общая света достигала почти двух тысяч человек. К ее приезду, конечно, готовились загодя. В самом городе провели уборку, отремонтировали мосты, срыли спуски. Часть дороги, которая шла от Троицкого собора по Большой Московской дороге, которая проходила через город, вымостили бревнами на средства, собранные с горожан. А саму пристань, которую, кстати сказать, помнил еще Петра Первого, значит, ее горожане на свои средства также украсили, отремонтировали, украсили искусной резьбой, столярной резьбой. То есть пристань была украшена. И вот к этой пристани пристала шлюпка, вся пристань была услана красным сукном. Здесь встречали Екатерину большая, большая, как бы сказать, большая делегация. Руководила делегацией казанский губернатор Квашнин-Самарин, потому что Чебоксары был первый город, где Екатерина ступила на землю Казанской губернии. Поэтому он приехал сюда встречать ее лично. Также воеводы Чебоксар-Всеволожский, также дворяне, купцы, ну и большое количество народу, которое собралось здесь. Екатерина со всеми с ними поздоровалась, выслушала приветствие. Спускалась она с лодки, шлюпки под гром Литавр, которые, значит, играли на судах под колокольный звон. Затем прошествовала она в Троицкий монастырь. То есть пристань располагалась примерно здесь, где мы с вами и находимся. Она называлась Вознесенской по имени церкви, которая находилась рядом. Вход в монастырь находился с Волги, главный вход. Вот она прошествовала в Троицкий собор, к Троицкому собору. Да, у монастыря ее ждала делегация духовенства городского, во главе с архимандритом Хрисанфом. Они поднесли ей святую икону для поклонения. Затем она прошествовала в Троицкий собор. Службу вел сам архимандрит. Значит, она присутствовала на этой службе. Потом целовала икону. Жаловала, как пишется, к своей руке духовенство. Затем в окружение дворянства спустилась к дому Соловцовых. Это совсем рядом. Где ждал хозяин дома, Иван Игнатьевич Соловцов, с хлебом с солью на серебряном подносе. И монастырь, и часть московской дороги можно увидеть в 3D в Национальном музее Чувашской Республики. Целый фильм посвящен Чебоксарам времен Екатерины. Не менее интересен и дом Кадамцева-Соловцова. Точнее, то, по каким критериям его выбирали. Это должен быть дом, просторный дом, удобный. По сути дела, даже путевой дворец. Потому что погода могла измениться в худшую сторону. Императрица могла и прихворнуть. И не всегда можно было привезти время это на галере. Но, слава богу, погода была хорошая. Все путешествия там было несколько дней, но она все-таки предпочитала привезти у себя в своей каюте. Достаточно было как дворцовый зал отделано, удобная каюта. Но на всякий случай к этому готовились. И одна из функций дома – это прием императрицы. В случае экстренных необходимостей. Второе, этот дом должен был обладать, как бы мы сказали, сейчас слово такое современное, ну, инфраструктурой определенной. То есть это должна быть усадьба, в которой должны быть вспомогательные сооружения, постройки. И в самом доме погребаем мощный ледник, обязательно ледник. Это непременно условие, потому что путешествие происходило в мае месяце, погода теплая, и продукты должны были быть свежими. А там было подписано, сколько должно быть заготовлено говядины, свинины, баранины, яиц, там сало, масло и так далее, и так далее. Кстати, многие люди считают, что надо же, мол, как императрица питалась. Но это, конечно, питание не ее, а грибцов на ее судах. Большей частью свита. Екатерина, кстати, в еде была достаточно сдержанным человеком. Дом Соловцова был отмечен и в другие периоды, и, несомненно, оставил след в истории города. Чем же он так выделялся и отличался? В после Екатеринское время семья, когда Соловцова покинула наш город, они этот дом продали. Его купили, опять-таки, очень богатые шпасадские купцы, например, Алексей Арбатов, который был бургомистом Чебоксар-Клагрио. Но они купили как? Очевидно, дом был бесхозный, продавался, так сказать, как бы вложение денег, как бы мы сейчас сказали. Поэтому они тоже думали потом, как его можно использовать. У них уже были свои хорошие капитальные дома в Чебоксарах. И такое использование нашли в 1809 году. Уездное училище, кстати, открытое во время Екатерины, первое учебное заведение вообще в нашем крае, оно было открыто в Чебоксарах, оно, значит, последовательно брало в аренду, снимало частные купеческие дома. И вот в 1809 году у них возникла необходимость снова подыскивать себе новое место. И владельцы дома с удовольствием его сдали в аренду. Вот, оказалось, это здание очень удобным для училища. И в 1816 году Казанский учебный округ решил его выкупить. Профессор Кондорев приехал, и, значит, этот дом был куплен уже окончательно в казну для учебного заведения. Здесь были классы уездного училища и квартира учителей, значит, инспектора, смотрителей и так далее. Это было ведь, сейчас мы его видим как отдельный дом, а это же была часть усадьбы. Это сейчас дом, смотрящий на город. А здесь были вспомогательные, значит, древенники, каретники, там, служебные корпуса. Еще один древний дом стоял недалеке здесь. Это было усадьбы. Судя по всему, меньше всех повезло сыну Екатерины Великой, Павлу Первому. А все потому, что по каким-то причинам он не захотел остановиться в доме, где прежде побывала его матушка. В 1798 году в Казани были назначены смотр войск Оренбургской военной инспекции, то есть военный, по-другому говоря, смотр. И Павел Первый в связи с этим в мае месяце приехал в Казань. Путешествовал он по московской большой дороге. К его приезду были подготовлены 12 домов в самых лучших городе. И вот одним из самых лучших на то время оказался дом Василия Клементьевича Клюева, купца-промышленника, который владел заводами, в том числе и кожевенными, вел хлебную крупную торговлю. Его дом располагался на Покровской улице, вот в районе базарной площади. Это вот там, где сегодня, сейчас мы видим залив, находился этот дом. И 23 мая в полдень в город въехал кортеж императора Павла Первого. Здесь его встречала делегация местных жителей, купцов и мещан. К приезду Павла готовились, несмотря на его строжайший приказ, чтобы не было никаких торжественных встреч, ничего похожего на то. Но провинция не могла без этой традиции. Значит, поэтому к его приезду отремонтировали Воскресенский мост. К его приезду пошили парадные мундиры для драгун и солдат местной инвалидной команды. Морская инвалидная команда существовала тогда в городе, несла службу охранную. К его приезду заказали портрет Павла Первого золоченой рамы для городской думы. И построили шесть караульных будок на въездах и выездах из города, потому что Павел питал особую слабость вот к этим сооружениям. И они буквально накануне приезда Павла были готовы. Вот, встретили Павла, его встретили подарком. Долго думали, совещались, какой же подарок преподнести. Все остановились на серебряном блюде, подносе позолоченном. Его заказали в Москве через купца Колокольникова, московского купца, который был уроженцем Чебоксара. И вот он, как бы сказать, получив деньги, заказал и привез этот подарок. После этого Павел обедал в доме купца Клюева Василия Клементьевича. Дом был к его приезду отремонтирован. Из Казани прислали татар-печников, которые устроили специальную кухню, поскольку дом не был, как бы сказать, рассчитан, видимо, возможностями своими на сервирование такого пышного стола. Привезли большое количество продуктов, закупили на средства горожан. Кстати, нужно сказать, все траты в то время были не за счет государства, по приему представительные расходы, несло население. Значит, поэтому это было отягощение в какой-то степени для жителей. Поэтому навезли много продуктов. По документам даже купили двух коров, чтобы было всегда свежее молоко, если захочется Павлу. От обедов он поехал в Казань и путешествовал с Большой Светой. В Свету входили его старшие сыновья. Александр Павлович, это будущий Александр I, и Константин Павлович. Проведя парад, Павел выехал обратно по той же дороге, тем же маршрутом. И в ночь 30 на 31 мая снова остановился в доме Клюева, известном уже. Правда, его биограф пишет, что ночь он провел дурно. Ему не спалось из-за духоты и тесноты покоев. А также, как говорится, много мешали его сыну тараканы и клопы. Это в лучшем городе Чебоксар, в лучшем доме, да, в лучшем доме Чебоксар. Вот такие были условия. Вот такая история в венциносных лицах. Так что, уважаемые телезрители, живущие не в Чебоксарах, все, что называется Екатерининским, далеко не всегда связано с ней лично. Хотя понятно, почему народ соединил с ее именем наиболее значимые вещи и события. Все-таки это был один из лучших периодов нашей истории. А теперь перенесемся еще на 100 лет вперед. Удивительная все-таки вещь старинные документы. Никогда не знаешь, что прочтешь между строк. Кто бы мог подумать, что документы общества Красного Креста – уникальный источник по истории города Чебоксара. Датой образования Российского Красного Креста считается 1867 год, когда был утвержден Устав общества по печени о раненых и больных воинах. На территории современной Чувашии местное отделение Российского Красного Креста появились в 1904 году во время русско-японской войны. Опека семей тех, кто призван в действующую армию – это помощь больным и раненым, тем, которых эвакуировали в мирные области и их размещение. Это содействие в том, чтобы обеспечить лечебные заведения необходимыми медикаментами, продовольствиями и прочими вещами, которые нужны для того, чтобы учреждение функционировало. Учредителями были, как правило, священники, даже представители учительских кругов, представители мещанских кругов, представители преподавательских каких-то. И даже в некоторых властях не просто учащиеся были даже, выпускных курсов, классов даже, которые пришли и были в качестве инициаторов. При этом, а вот в качестве жертвователей были представители властных структур, представители предпринимательских кругов, и причем этим могли давать и финансово, и материально. Но была такая, как бы, по-чувашки называемая принципом НИМЕ, помощь, когда, в принципе, жертвовали все, кто сколько мог. И вот из этих маленьких, может быть, сумм складывались крупные суммы, которые потом финансировались, давали на такие серьезные проекты. Потому что, если мы говорим в 1904 году, то следует почему отметить еще один такой существенный момент. Вот наш городской голова Ефремов был, который, в принципе, немножко позднее февральскую революцию не поддержал. Точнее, не то, что февральскую революцию, он не поддержал празднование 300-летия Дома Романовых. И архивные документы свидетельствуют, что он даже отказался, в принципе, выделять на это деньги. Зато в рамках благотворительной поддержки как городской управы российскому чебоксарскому местному отделению Российского общества Красного Креста он был готов единовременно пожертвовать 500 рублей. В годы Первой мировой войны Чебоксарское общество Красного Креста активизировалось в первые же месяцы. Цели были ясны, задачи остались прежними. Забота о семьях солдат, о раненых и инвалидах. Пожертвования принимались не только деньгами. Много пожертвований, когда поступало, особенно если когда касалось речь о поддержке больничных учреждений, лечебных, лазаретов или еще чего-то, то прежде всего там видно, что приходили не деньги, а приходило белье, медицинские препараты и прочие-прочие вещи. В чем документы позволяют нам судить о том, кто это все сдавал. Ведомость четко фиксирует, когда, от кого, что, в каком объеме поступало. И вот за 1914-е предыдущие годы среди жертвователей много представителей фамилий Дрябловых и Гумновых. То есть это, если посмотреть историю Чебоксар вообще в целом, это целые купеческо-мещанские семьи, поколения. Каждое из них, которое оставляло одного, двух, а может быть и больше, выдающихся по-своему людей. Меценатов, предпринимателей с творческой жилкой или еще кого-то. Потому что многие из них потом выступали в качестве попечителей церквей, попечителей духовных учреждений образовательных, попечителей просто светских образовательных учреждений, финансировали различные другие проекты. Поэтому, когда мы говорим об истории Чебоксарского отделения Красного Креста, мы автоматически говорим и о таком пласте истории, как купечество, мещанство, его вкладе в развитие города. Вот опять же, возвращаемся к духовенству. Был установлен принцип кружечного сбора. Когда во всех церквях помещалась специальная кружка, но в нашем понимании, если мы идем в церковь, это ящичек. Тогда это была обычная кружка, и назывался это кружечным сбором, куда каждый, кто приходит в церковь, мог по своему желанию опустить любую сумму. От копейки, полкопейки или еще сколько-то, в зависимости от того, какие финансовые возможности у человека есть. И вот это было в каждой церкви. Неважно, большая зажиточная церковь, как городские храмы, или маленькая деревенская, деревянная, там уже немножко покосившись. Они были везде. Причем это было не просто желание каждого священника, это было одобренное свыше епархиальным начальством начинание. То есть это не просто сегодня я это благотворительностью занимаюсь, завтра меня накажут. Нет. Это санкционированное сверху мероприятие, которое по душе всем. Движение «Сестер Милосердия» в годы Первой мировой приобрело невиданный размах. Высокопоставленные дамы создавали на свои средства полевые лазареты и вместе с ними уходили на фронт, показывая пример купеческим дочкам, мещанкам и крестьянкам. Какой отклик находили призывы, видно из документов исторического архива. Считая долгом послужить Царю и Отечеству своими личными трудами и надеясь на свое здоровье, я крайне возымела желание быть на Театре военных действий в качестве Сестры Милосердия или принять труд прислужничества за больными ранеными воинами. А посему покорнейше прошу Ваше Высокоблагородие дать моему ходатайству надлежащий ход и последующим не отказать мне сообщить. Августа пятого дня четырнадцатого года. К всему прошению и подписуюсь. Елизавета Иванова Макеева неграмотная. А за нее по ее личной просьбе расписался крестьянин Андрей Михайлов. Документы Чебоксарского отделения Общества Красного Креста рассказывают не только о патриотических настроениях горожан, но и о том, какие были приняты отношения среди деловых чебоксарцев. Если мы говорим о таких вещах, как о сбор пожертвований, вот целое дело, которое у нас есть в архиве, оно касается сбора материалов, материальных вещей, продуктов и всего-всего-всего-всего, что можно пожертвовать уже в 1914 году для действующей армии, для тех, кто размещается здесь, эвакуированных, для раненых, больных и увечных. То есть, учитывая, что само по себе дело отнюдь не тоненькое, а компактно-толстое, в нем, как бы, можно говорить о том, что инициатива о добровольных пожертвованиях находила отклик не у одного-двух человек, а у многих. Это вот еще одно дело, которое я хотел бы показать, о том, что мы говорим, как и что, то еще один документ, это акт, когда четко фиксируется, где, когда, какой сбор производился, и вот сколько это собрано, по акту оформляется. В итоге мы с вами можем, на основании, к сожалению, актов тоже, мы не все имеем на руках, но даже на основном подсчете этих сумм мы можем говорить о том, что у нас велся жесткий учет, когда, кто, где, что, при каких условиях производился сбор. Причем сборы производились и в школах, и в государственных учреждениях, и при церквях. То есть, в принципе, это не было разовой акцией в конкретном месте. Это целенаправленная акция, которая долгоиграющая, производилась в абсолютно разных местах, и свидетельство о том, что отчасти, может быть, о росте патриотизма, люди все-таки жертвовали, несмотря на все свои кризисные явления, уже проявляющиеся. А с другой стороны, это свидетельство того, что у нас все это происходило централизованно, упорядоченно, и не было какой-то там вакханалии, когда все свелось в 17-м году к анархии. Вот такие люди, великодушные, отзывчивые и честные, жили в Чепоксарах сто лет назад. И, согласитесь, рассказы о них не менее интересны, чем о памятниках архитектуры и старинных достопримечательностях. Ведь оставить след в истории может только человек. В день города над Чепоксарами кружили стрижи. Посмотреть на шоу в исполнении одной из лучших в мире пилотажных групп собралось по самым скромным подсчетам более 200 тысяч человек. Ничего удивительного. Любовь к авиации у чепоксарцев, да и жителей всей Чувашии, исторически обусловлена. Первым летчиком из Чувашии был Иван Скворцов, участник Первой мировой войны и революции, один из основателей полярной авиации. Дальше хронологию проследить трудно, но выходцев из нашей республики небо манило всегда. В немалой степени популяризации профессии способствовали и встречи с героями. У чепоксарцев была возможность познакомиться с легендой советской авиации Валерием Чкаловым. Летом 1937 года он приезжал в нашу республику во время своей предвыборной кампании. Стоит ли говорить, что чепоксарцы проголосовали за его кандидатуру в Верховный Совет СССР практически единогласно? Целая плеяда летчиков, героев Советского Союза появилась в годы Великой Отечественной войны. Федот Орлов, к примеру, участвовал в боях у Хасана и Халхенгола, воевал с белофинами с первых дней Великой Отечественной до самых последних дней, громил гитлерских захватчиков, а потом добивал японских империалистов. В 1944 году ему вручили именной самолет, построенный на средства трудящихся Чуваши. Много героических дел совершили сыны и дочери Чувашского народа на полях Великих Битв. 46 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Более 28 тысяч награждены орденами и медалями. Александр Кочетов должен был получить звание Героя Советского Союза дважды. Ну, что-то не срослось, такое бывает. Хотя и одной золотой звезды достаточно, чтобы мы им гордились до сих пор. Как и его землячкой уроженкой Аллаты Резуи Парфеновой, единственной женщиной летчицы из Чувашии, удостойной звания Героя Советского Союза. Конечно, всех перечислить невозможно, тем более, что и в послевоенные годы летчики из Чувашии покрыли неувидаемые славы не только себя, но и свою Родину. Бабочка, мне сегодня дядя Космонавт подарили черепаху. Черепаху подарили? Что же хорошо? Ты спасибо сказала? Мы ездили на пасеку. Сама? А дядя Лёжу скручила одна пчела. Наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok